Игорь Тарас, прогуливаясь по столичному парку, вспоминает то, что прошли вместе в Крыму. Сейчас они служат в разных городах. Игорь в Одессе, Тарас в Николаеве. А раньше оба были в первом феодосийском отдельном батальоне. Оба военных, как сейчас, помнят те события. Пьяную самооборону, детушек и, как в первый раз, столкнулись с россиянами во время охраны аэродрома. Мы их сопроводили, вывели и дальше продолжили мести чергувание. Потом наступный этап тоже были козаки, которые сильно старались у нас переманить на свою сторону. Оба военных говорят, тяжелее всего было осознавать, что когда-то свой стал чужим. И он уже не прикроет тебе спину. Ведь не все украинские морпехи остались верны присяге. Когда зеленые человечки пытались захватить военную часть морпехов, верные присяге они до последнего держали оборону и не пускали россиян на свою территорию. 24 марта часть с безоружными морпехами брала целое спецподразделение Федерации. Те, которые оставались в Крыму, были оповещены, что они могут идти домой. Те, которые остались в верной присяге, остались на территории Частыны. Были безоружные, они нас вытравливали газом и применяли физические расправы, те, которые не повиновались. Свою борьбу за целостную и независимую Украину оба морпеха продолжили на Донбассе в составе первой ротно-тактической группы. Ее сформировали из выходцев на тот момент уже оккупированного полуострова. Они успешно выполнили не одну операцию и стали настоящими героями. Враги окрестили крымчан черной смертью. Выехал миномет на ГАЗ-66 сепаратистов и вдоль посадки пробовал сделать отход. На данном этапе танкисты, которые несли постоянные чергования, доповели мне. В свою очередь я дал наказ на открытие огня для их снищения. Игорь руководил группой крымчан. Под его командованием морпехи обороняли Толоковку и Гранитное. Там во время вражеского обстрела подразделение понесло первые потери. Игорю до сих пор тяжело вспоминать этот момент, ведь терять побратимов самое тяжелое для командира. Я попал в блиндаж, в снаряд. И было нас пять человек. Из пяти вылезло на улицу три человека. Загребельный сразу погиб на месте. Тему Корнева мы пытались спасти, но как бы не получилось. К сожалению, эти потери были не последними. Невзирая на опасности и все тяготы войны, Игорь и Тарас провели в АТО уже не одну ротацию. Оба готовы вернуться на восток снова, дабы защищать родные земли. И не теряет надежду, что в скором времени вернутся домой уже в украинский Крым. Освободить Крым. Ну и, конечно, морская пехота должна быть поближе к морю. Елена Солонина, Валентин Гринберг. Новости ЮАКрым.